Микс Ньюс. Отличное, личное, личное утро. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Каждую пятницу на радио Болткома. После девяти утра. Личное утро. Личное утро. Самые тесные связи с Россией и вообще с Европой. Да, вообще с миром она сохраняет. Евгения Шерменева, ведущая программы. Многие наверняка знают по четвергам без антракта. Театральный продюсер. И вот сейчас мы поговорим и о прошлом, о тех должностях, которые она занимала. Отвечала за все театры Москвы. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро всем. Театральный продюсер. Вот как это? Ну, это профессия на самом деле и довольно сложная. И мне кажется, очень многие недооценивают ее тяжесть. Всем кажется, что это такая прекрасная вещь. Пришел, что именно тяжело? И пошел. Нет, а что именно тяжело? Это ответственность. Это лидерство. Это одиночество. А что он делает? Это человек, который придумывает проекты и тащит их на себе. На самом деле. Потому что самое главное – это сказать, что кому-то надо сказать. Это как, знаете, как директор большой компании. Лидерство, оно всегда тяжело. Когда есть продюсер, то все считают, ну, как бы, все сразу вокруг объединяются около него. И продюсер берет на себя ответственность за графики, за исполнение, за поиск финансирования, за какие-то даже творческие идеи, да. За то, что если будет какой-то форс-мажор, то таким щелчком пальцев он будет решен. И никто даже не сомневается в том, что так и будет. Вот я где-то читал, что подумайте, ведь это же чудо. Вот стоит пустой зал. В него в одно определенное время, в какой-то день приходят, значит, люди, которые устанавливают декорации, приходят актеры, которые выполняют действия, приходит публика, которая садится в зал. То есть вот собрать их всех вместе в одно время, в одну точку, и чтобы каждый знал, что он делает, говорит, это же… Чтобы все работало. Это магия, да. И чтобы все работало, да, чтобы свет светил, чтобы звук звучал, чтобы актеры были в хорошем настроении, они все равно волнуются всегда перед выходом на сцену, но для того, чтобы они волновались в хорошем смысле, а не в плохом, для того, чтобы костюмы были поглажены, для того, чтобы реквизит лежал там, где он должен лежать, для того, чтобы зрители пришли, купили билеты, сели на те места, которые им нужны, или там помочь им рассеяться, для того, чтобы они узнали об этом спектакле заранее. Ну, конечно, там очень много составляющих. Вы сказали, что это не только ответственность, но и одиночество. Почему? А у любого лидера – одиночество. И когда вы берёте на себя лидерство, когда вы ведёте за собой людей, вы обречены на одиночество. Вы говорите об одиночестве как одиночество коллегиальное или одиночество личное? Это же всё-таки разд spontaneous. Одиночество ответственности. То есть вы всегда будете крайней? Да, конечно, вы всегда будете виноваты. Не обидно? Нет. Ну как, вы же осознанно на себя это берёте. Вы же осознанно хотите быть этим лидером. Ну, лидером люди становятся либо в ситуации сложившихся обстоятельств каких-то, когда просто не на кого больше и взваливают на этого человека. И тогда этому человеку очень трудно это делать. Но когда человек как-то сам выбирает эту лидерскую позицию, он это делает осознанно. Мало кто осознаёт, что за этим последует вот это одиночество ответственности. Но этот опыт приходит, и люди научаются с ним жить. Вообще есть психология, целая наука, одиночество лидера, и мне она ужасно нравится. Я в своё время пригласила лектора почитать для молодых деятелей театрального искусства в России как раз вот эту вот тему. А как складываются отношения со звёздными участниками всего этого банкета? Они тоже творческие люди, капризные, со своими тараканами в голове. Но они люди. То есть с ними получается наладить контакт, или всё-таки это отдельная категория, к ним отдельный подход? Ну, я вообще считаю, что к каждому человеку должен быть отдельный подход. Потому что каждый человек, он уникален. И будь он звездой или будь он, не знаю, уборщицей, у него у каждого своя жизнь, свои интересы, свои приоритеты. И мне кажется, чтобы всё работало как раз, очень важно, не забывая, естественно, уделяя очень много внимания тому, на ком держится всё. Потому что если мы говорим о звёздах, мы же говорим о том, что они тогда тоже становятся одинокими лидерами, когда они выходят на сцену на самом деле, или потому что там уже падает на них вся ответственность. И понимая, что у тебя на нём ответственность за продукт в результате, ты понимаешь, что любой из участников процесса, он уникален, и он требует твоего внимания. Любой. А почему театр? Вот в какой момент, почему не продюсер, я не знаю, кино, не продюсер? Слушайте, ну я выросла в 80-е годы в Москве. Когда в Москве был Ленком, когда в Москве был МХАТ, в котором кто только не был, когда в Москве, я даже не знаю, была сатира там, определённый театр сатиры, да, Моссоветов, которые меня всегда водили в детстве. Не знаю, что ещё, ну, Васильев блистал, да, все ходили и шептались. Когда студия Табакова, первая в 80-м году, тогда появилась в этом подвале, и только слухи ходили о том, что там что-то такое происходит. Конечно, это как бы витало и привлекало очень сильное моё внимание, мне это нравилось. У нас в школе был один преподаватель, который вёл студенческий театр рядом с нами, это был студенческий театр МЕСИ, Московского инженерно-строительного института. И мы туда бегали и смотрели какие-то, даже приезжала какая-то чешская группа, в 82-м году. Это очень какие-то странные вещи происходили. А сколько лет вы уже, скажем так, связаны были с театром профессионально? С 89-го года я работаю в театре. Вот, надо посчитать. Сейчас, подожди, я задам вопрос. А сколько, вот есть ли какой-то первый опыт театральный, который, ну, я имею в виду просмотра, который поразил и вот остался в памяти, вот это ощущение, ну, что это, вот как это, вот почему это? Ну, я всё равно, я очень много ходила в детстве в театре. Правда, меня в семье водили. Но если говорить про мой первый детский, совсем детский опыт, когда я ещё ничего не понимала, но мой детский опыт, это «Лебезино озеро» в Большом театре. И это «Белоснежка и семь гномов» в театре «Современник». Потому что я очень любила Константина Аркадьевича Райкина, а он там был совсем юным гномом, как-то, вы себя долбали просто. Ну, это доставалось просто очень сильно. Я помню, я так переживала за него. Зачем вообще людям театр? Что он даёт? Потому что те люди, театр отвечает на вопросы, которые мы сами иногда себе не можем задать. Почему на них не отвечают? На них книги отвечают. Нет? Да, они книги не отвечают, но театр говорит с тобой человеческим языком. Тебе не нужно для этого транслировать самому себе буквы в тексты. А театр тебе просто это называет. И более того, театр вкладывает в это эмоции. Когда вы читаете книги, вы должны свои эмоции накладывать на текст. А театр тебе дарит эти эмоции ещё плюс ко всему. И, конечно, мне кажется, что не зря, что последние годы в театре очень большое направление – это вот арт-терапия. Вообще в искусстве много очень арт-терапии. То, что начало работать сначала со сложными группами какими-то, а потом уже просто осознали, что действительно люди приходят в театр получить общую эмоцию, потому что зал друг друга подпитывает, когда сидит. Люди получают общую эмоцию, люди получают какую-то информацию, которую им передают, и люди получают ответы на вопросы, которые они либо сами себе задают, либо не задают. Потому что всегда у тебя процесс узнавания ситуации, которые происходят на сцене, и трансляция их на свою жизнь, она вызывает самую большую реакцию. А как вы для себя определяете, что вот эта постановка удалась, а вот это однозначно такая эпик фейл? Слушайте, ну мне сложно, потому что я всё-таки профессионал. Промдеформация, да? Ну, конечно, я вижу очень много всего того, что происходит за сценой. Когда я смотрю на спектакль, я знаю, что происходит за сценой. Тогда вы не можете получать удовольствие на 100%. Почему? Если хороший спектакль, я забываю о том, что происходит за сценой. То есть, вот как вы отличаете. В хорошем спектакле вы растворяетесь в действии, а в плохом вы думаете о том, что на бэкстейдже происходит? В плохом я просто вижу, как это всё сделано. Когда я забываю о том, как это сделано, значит, это хорошо. А как зрителям тогда быть? Как зрителю определить? А зритель, ну, это только личный вкус эмоций. Опять-таки, театр – это всё равно эмоция. И если у тебя вышел с какой-то эмоцией, даже если ты плакал, даже если ты страдал во время спектакля, потому что, конечно, бывает разное, но если ты вышел с эмоциями какими-то, то есть ты прожил через себя какие-то ситуации и вышел с каким-то новым ощущением, значит, это хорошо. А где границы театра? То есть что мы сейчас можем называть театром? Потому что очень, мне кажется, этот термин начал уже расплываться. Театры, студии, всевозможные… Перформанс. Ну, мне кажется, вообще мир изменяется, да, границы стираются и в отношениях между людьми, и в отношениях между государствами, и в отношениях между разными направлениями деятельности. Потому что, что вы скажете, этот завод производит детали таких машин, этот завод производит? Нет, то что-то, всё равно всё стирается. Всё равно мир двигается в направлении какого-то взаимозаменяемости, взаимопроникновения. Но также искусство меняется. Мы уже сложно объяснить, чем это больше является – современным искусством, объектом современного искусства или перформансом театральным. Мы уже не можем сказать, кому это больше принадлежит. Кому больше принадлежит Марина Абрамович – современному искусству или театру? Ну, я за искусство. А я не знаю, потому что она работала с Фабром очень много, а Фабра принадлежит и тому, и тому, но при этом он очень часто называет эти театральным шоу. Но саму эту границу, получается, выяснить самостоятельно практически невозможно, или это будет просто очень несубъективно? Для этого существует институт кураторов. Именно поэтому сейчас огромная часть современного искусства вообще составляют разъяснения и пояснения. Да, это то, о чём говорил ещё Пелевин, вот как раз прописал очень хорошо в последнем «Айфак-10», как раз о том, что всё искусство, оно подвязано на куратора. И без куратора ты ничего не поймёшь. Ну, практически. Я думаю, что это, как всегда, у Пелевина. Ну, Пелевин, понятно, приобретает, да, приобретает. Но, тем не менее, тогда и в театре скоро будет куратор. Ну, смотрите, у нас есть такой режиссёр прекрасный в России, Дмитрий Волкострелов. Когда пришла к нему на спектакль «Поле» по Павлу Пришко, нам выдали большую программку. Вот эта программка была частью спектакля. Текст программки был частью спектакля. Если у тебя этой программки нет, ты поймёшь гораздо меньше. Когда ты успеваешь читать в антракте? Нет, ты параллельно, ты смотришь и читаешь. Ты смотришь спектакль и читаешь программку. Тогда ты не можешь погружаться в процесс. Можешь. А это всё… Спектакль поставлен так, что он связан с тем текстом, который у тебя находится. Ну, это же круто, это же интересно. Конечно. Это эксперимент новый. Это очень интересно. На заданную тему привозили, когда… Это спектакль? Что это такое? Ну, это принципиально спектакль, потому что, конечно, очень многие как раз говорили о том, что это тоже некая отсылка к современному искусству. И, конечно же, режиссёр, который это делал, Всеволод Лисовский, он, в общем, из художников вышел. Он какое-то время в юности больше занимался современным искусством, потом занимался телевидением и потом пришёл в театр. Но для него принципиально, что это актёрский опыт. Что актриса, которая сидит на сцене, она имеет актёрское образование и работает через актёрские техники. Не просто художник, который стейтмент какой-то свой показывает, а это целая история внутреннего проживания как бы из точки А в точку Б. Например, другой пример, когда у театра вообще нет помещения, где зрители садятся на электричку, едут… Или на улице гуляют, или что угодно, и отсутствие четвёртой стены. Да тут вообще всё. Но это неважно, всё равно, понимаете, театр базируется на чём? Он базируется на исполнении актёра роли или на создании некого сюжета, рассказанного, может быть, не через актинг, не через исполнение, а через какие-то предметы, которые ведут тебя. Потому что вот мы недавно тоже разговаривали, если обратить внимание на современные выставки, у них у всех есть тоже сюжет. Ну, то есть тебя ведёт. Ты не можешь прийти просто и посмотреть одну картину, потом отвернуться, посмотреть там, потом посмотреть там. Ты не получишь того впечатления, чем если ты пойдёшь из точки А в точку Б. То есть тебе всё время рассказывают какую-то историю. И по сути, очень многие современные экспозиции, они наоборот взяли, то есть современное искусство взяло у театра принцип построения сюжета. Когда ты от одного элемента выставки переходишь к другому, и тебя это ведёт, и тебя это ведёт определённым сюжетом, и ты получаешь информацию такую, которая складывает у тебя в голове определённую историю. А если говорить о работе театра, насколько сильно она зависит, например, от политики? Мы понимаем, что театр не может абстрагироваться от государственной политики. Мы видим эти примеры, в том числе и на Гогольцентре и так далее, если мы говорим о России. Вы поработали в России, сейчас вы работаете здесь, где легче? У нас больше демократии, расскажите нам. Я отвечаю всегда, что везде свои сложности. Какие сложности в наших театрах? Ну, недостаток финансирования, конечно. И ограниченная аудитория, второе. Ну, хоть не сажают. Мы вчера об этом говорили. Ну, вот представляете, вот сейчас сюжет этот сдали с театром. Вот мы хотели о нём поговорить. Расскажите нам ваше мнение. Ну, мне сложно сказать, потому что всё, что я сейчас читаю, это на латышском языке, все статьи, которые вышли об этом, подробности. И я, естественно, через слово что-то понимаю и связываю по-своему эти все цепочки рассуждений. Тогда, может быть, сначала Олег немножко напомнился. Ну, я знаю, я разговариваю с людьми, я знаю, в чём сюжет. Я понимаю, что на протяжении долгих лет художественный руководитель Джеллинджер, который был и который, в общем, я про него читала и даже смотрела какие-то спектакли в своё время, когда была директором фестиваля, нам прислали ещё на кассетах смотреть спектакли. Да, я там дома смотрела. Его принцип такой как бы художественной провокации, он трансформировался в принцип провокации просто так, в некоторой степени. И принцип… Понятно, что театр Далец находится в очень сложной ситуации. Это возвращаясь к тому, что есть аудитория, да, она ограничена. Сколько в Латвии жителей? Ну, поменьше, чем в районе Москвы. Да. А в Латвии сколько театров серьёзных? Десять. И на эти десять театров вот эти все зрители распределяются. То есть, если просто даже сделать чисто математическую историю, вот я этим занималась, когда работала в Москве, то выяснится, что театру надо каждый месяц выдавать премьеру только потому, чтобы не потерять своего зрителя, потому что они уже видели предыдущие, и дальше они в театр не придут. Ежемесячные премьеры требуют больших вложений финансовых, потому что надо создать оформление, надо придумать костюмы, надо заплатить всем, кто это сделает. Это довольно сложная история всё. И вот этот вот поток, он приводит, естественно, к вымыванию художественной идеи. У театра Далец тысячный зал. Тысячный зал. Да, заполнить его. Его надо заполнить, его надо содержать, надо содержать труп, надо содержать людей, надо каким-то образом это всё закручивать, чтобы оно работало. И, конечно, шаг за шагом, но тут есть такая история, что когда вы спускаетесь вниз по лестнице, энергию вы высвобождаете. Вам не нужна энергия затратная, чтобы подниматься. Но когда вы спускаетесь, каждый раз зритель упускается на одну ступеньку, и вы за ним говорите. Он у нас уже там, ему интересно вот это. Давайте мы к нему туда вниз спустимся и будем дальше с ним общаться. Это движение вниз, оно приводит к тому, что в какой-то момент это всё заканчивается. Мы достигаем дна. Но у меня вопрос, я знаю, что как заполняется зал Дайлас, очень часто приезжают автобусы из районов со зрителями, и, в принципе, возможно, ведь логика такая. Боже мой, ну вот это обычные сельские жители, которым не нужно какие-то высокие идеи, им просто хочется отдохнуть, повеселиться, посмотреть лёгкое какое-то зрелище, мы им даём, зал заполнен. В чём проблема? То есть мы находимся на самоокупаемости. Ну, смотрите, нет, на самоокупаемости они, конечно, не находятся. Ну да, но как бы, что мы… Да, зарабатывают достаточно для того, чтобы театр мог продолжать существовать так, как он работает. Но я всё время говорю о том, что не нужно недооценивать зрителя. Не нужно ему навязывать своё мнение о том, что у него в голове. Во-вторых, есть масса технологий разговора со зрителем, дополнительного. Потому что даже если он приходит на спектакль, который он не понял, можно с ним остаться и поговорить о том, что он увидел. И в следующий раз он приведёт ещё с собой кого-то, потому что когда ему поможешь разобраться в том, что он видел, но недопонял, это очень хорошо работает. Потому что потом он начинает… Вы ему даёте возможность понять, что он умнее, чем он думал, что он интереснее, что у него есть возможность что-то новое узнать. Он, может быть, приедет домой, откроет какую-то книгу, почитает для того, чтобы понять. А, вот они там об этом говорили сегодня, я, пожалуй, посмотрю. Люди на самом деле готовы к этому. И им это всё всегда интересно. Людям очень интересно, когда с ними разговаривают. Ну, это такой спортный момент был. Мы, кстати, и с Джиллинджером тоже мы делали интервью. И делали интервью, например, с бывшим художественным руководителем Рижского русского театра. Вопрос, который я всегда задаю, это вот театр должен поднимать своего зрителя или театр должен всё-таки опускаться за своим зрителем? Поднимать. И каждый из них отвечает по-разному. Потому что, ну, если зрителю интересно смотреть шутки ниже пояса на сцене, мы будем показывать шутки ниже пояса. И почему-то я очень редко слышу ответ, что нет, давайте мы будем говорить о чём-то возвышенном. Не надо говорить о возвышенном, надо говорить о том, что человеку интересно сегодня. А вот ему интересно. Нет, это враньё. Это тоже навязанная ситуация. Это люди на сцене, за сценой думают, что ему интересно вот это. Но зал смеётся. И что? Конечно, когда пальцы покажут, все смеются. А вы попробуйте рассмешить его другими способами. А это дороже? Не дороже. Сложнее? Нет, это сложнее. Это не значит дороже, это сложнее. А сложнее требует большего профессионализма. Больше профессионализм дороже. Сложнее это требует от тебя как художественного руководителя. От актёров, которые с тобой работают. От людей, с которыми ты это всё придумываешь. Требует ежедневной максимальной отдачи. Но театр, извините, это такое дело. Ты им работаешь, ты им занимаешься круглосуточно. Люди, которые работают в театре, они... Знаешь, ты мне всё время спрашиваешь, ну ты же сам туда пришёл работать, тебя же туда никто не послал, не заставил ничего, ты же знаешь, что это. В Риге часто ходите в театр? Ну, я сейчас жюри Спеллман и Нактс, поэтому я хожу практически каждый день. Не устаете? Нет перенасыщения? Нет, потому что всё очень разное. Вот я вчера была на спектакле, который поставил Элмар Синьков с курсом вот этим вот, который должен был пойти в театр кукол. Они переписали пьесу «Утина охота» вампилова, и это очень интересная история, они сделали из неё очень современную вещь. При этом сюжетные ходы и взаимоотношения между людьми остаётся, но там все вот люди, которые сейчас живут. Театр вообще, в принципе, это очень современное искусство, потому что существует здесь и сейчас. А очень современная вещь – это комплимент? Конечно. А как же классика? Что такое классика? Ну такое, знаете, как раньше. А зачем вам как раньше? Нет, нет, это вопрос. Как зрителя царя. Так людям внушили за долгие годы существование системы советского театра, в котором было очень многое запрещено. Что вот надо, чтобы вот Островский вот такой. Ну какие-то поставили просто какие-то рамки людям. А Катерина в белом. Вот так должно быть. Все говорят, так должно быть. Кто вам сказал, что так должно быть? Вы когда книгу читаете, вам никто не говорит, как должно быть. И в театре не должно быть. В театре – это искусство единственное, которое говорит сегодня и с тобой. И в театре есть антракт. Мы сделаем его тоже сейчас. Потому что программа без антракта выходит в четверг. И ещё раз говорим всем доброе утро пятницы. Олег Пехов в студии. И три Евгении. Я Евгений И. Сегодня Евгений Шафранок, Евгений Копеин. И наш гость, ну вот плохо называть даже гостем, потому что это, в принципе, и хозяин студии, ведущая программы «Без антракта» на радиоболтком Евгения Шерменёва. Театральный продюсер. Вот мы всем, кто не знал. Я просто в треугольнике нахожусь в треугольнике Евгений. Надо сказать, что у меня был ещё недавно новый опыт. Я училась в ГИТИСе на курсе Геннадия Григорьевича Додомяна. Это такой известный советский, потом уже российский социолог искусства. Я безумно интересный человек был, и мне очень повезло, что я у него училась. Но фактически нас обучали по двум направлениям. У нас была экономика театра и менеджменты, и продюсирование. И второе направление, которое у нас было обязательно было для обучения, это театроведение. Потому что мы учились тогда ещё в ГИТИСе, у нас профессия была театроведение на самом деле. И мы очень много писали рецензий, разборов, и у меня преподавали замечательные преподаватели гитисовские, которые возглавляли долгое время и работали на театроведческом факультете исключительно. Поэтому у меня опыт, в общем, написания театроведческих статей тоже был. И в 2016 году мне предложили случайно, так получилось, запустить онлайн-СМИ. Что для меня было вообще, конечно, страшным, непонятным испытанием. Но у меня такое было несколько раз в жизни, когда мне просто давали такой чистый лист и говорили, работай. И я вот с нуля как бы начинала что-то делать. И я запустила СМИ в системе открытые медиа Михаила Ходорховского. Культтриггер. Культтриггер, да. Он просуществовал под моим руководством полгода, потом изменилась концепция вообще этого всего направления. И он существует и сейчас. Ну, как бы я туда, я не очень понимаю, для чего он теперь существует. Зачем всё сломалось, да? Оно не сломалось, оно есть, но просто оно не понятно. Оно как и у Джиллинджера, понимаете, для кого? Для тех людей, которые любят, когда перед ними там что-то изображают. А не для тех людей, которые хотят что-то почитать. Или что-то узнать. Или о ком-то узнать новым. Для меня было тогда принципиально важно показать, что в России сформировано новое поколение людей, которые занимаются культурой и искусством. И эти люди, в общем, наверное, очень важны для общества. Потому что они образованы, они умны, они отклипкаются на какие-то события. И это, видите, как подтвердилось спустя два года. В 17-м году я ушла из культриггера. А ровно через два года актёры устроили флешмоб. Стояние и вот это молодое поколение, то, о ком я говорила два года назад. То есть я, на самом деле, ужасно рада этому всему. Потому что, собственно, то, о чём я говорила два года назад на культриггере, о том, что это поколение людей будет формировать новые смыслы. И это поколение людей сможет что-то изменить. И это поколение людей это сделало. Потому что то, что они вышли, и первые, кто сказали, что мы за всех, мы не остановимся, мы имеем влияние, мы скажем о том, что это несправедливо. И сейчас идут разговоры о том, что вот парень, которого отбили, мол, типа он бывший Росгвардейец сам, и у него очень странные отношения к политике, и он там вообще как бы типа не с вами, которые за него заступились. И мне кажется, что это, наоборот, очень красивая история, что актёрам, в общем, всё равно, какие у него мозги. Самое главное, чтобы этот человек был свободен, потому что он несправедлив. Мы говорим про Павла Устинова. Да, да, да. Ну, вы видели, наверное, что буквально два дня назад вышел новый ролик на Ютьюбе, где человек 9 актёров разного возраста. Ну, в общем, всё равно это среднее поколение. Они говорят о каждом, кто пострадал в московском деле. О каждом. И говорят о том, что это несправедливо. Ну, даже и Максим Галкин, по-моему, записал обращение в его защиту. Ну, это была та волна, когда все... Но я говорю о том, что они не останавливаются. Они стоят в пикетах около, в одиночных. То, что разрешено. Они записывают бесконечные ролики. Они говорят не об одном актёре Устинове. Они говорят о всех девяти участниках московского дела. То есть они как бы расширили эту историю и сказали, а мы будем за всех. У меня ещё такой вопрос. Это очень круто, мне кажется. Немножко вернувшись назад, вы говорили о том, что сейчас являетесь членом жюри «Спельмоню Накт». Нактс, как вам журиться? Это язык мешает, не мешает? Как вы понимаете, что происходит на сцене? У вас какой-то синхронный... Ну, во-первых, я готовлюсь. Во-первых, я готовлюсь. Я вчера ходила... Я смотрела в премьеру в Далес театра «Невыносимо долгие объятия» Воры Паева. Я достала свою книжку, которую я давно купила, такой синий большой том. И прочитала всю пьесу перед тем, как... А язык? Ну, слушайте, я прочитала по-русски пьесу Вани Воры Паева. Ваня Воры Паева её написала по-русски. Я прочитала эту пьесу по-русски и пошла смотреть её по-латышски. Я сдала недавно экзамен на два, и у меня как бы есть перспектива того, что я буду продолжать... На два – это хорошо. Это второй уровень, имеется в виду. На два, ну, чтобы... Тут неладкий момент, когда выучил латышский язык за одну ночь, чтобы поучаствовать в жюри «Спельмонюнакс». Ну, это базовая такая планка, которая даёт возможность дальше потом двигаться. Я, конечно, для меня, конечно, литературно-латышский язык пока закрыт. Это сложная история. Бытовой язык, в общем, когда люди при мне говорят по телефону, я понимаю, о чём они говорят. Мне самой пока сложно говорить, потому что я использую какие-то отдельные слова и говорю «поощрите меня». Я говорю по-русски, что-нибудь выворачиваю, ну, хотя бы что-нибудь. Я думаю, что, конечно, принятие меня в жюри «Спельмонюнакс» – это большой такой вызов и для самой премии «Спельмонюнакс». Но при этом у меня нет, например, базовых знаний про историю Латвии, латвийского театра. Я их сейчас прям судорожно наверстываю. Я читаю книжки, статьи, изучаю очень много всего. Нашла книжку на английском языке, читаю, потому что на русском нет, о современном латвийском театре ничего. И разговариваю очень много с людьми, и мне повезло, что в жюри сейчас люди, с которыми я могу что-то обсуждать, и которые готовы мне тоже что-то рассказывать, говорить, вот тут найдёшь вот это, тут найдёшь… А кто, кстати, это входит в жюри? Сейчас? Да, ну сейчас, да, с кем вы общаетесь, то есть вот насколько… Ну вот у меня есть коллега, с которой мы когда-то пересекались, это очень интересная история, она когда-то работала в Новом Рижском театре, когда я возила Новом Рижский театр на гастроли в Москве. Я просто хочу нашим слушателям напомнить, что Евгения Шарменёва, она была заместителем министра культуры Москвы Капкова. В течение двух лет. В течение двух лет. А до этого 10 лет я возглавляла несколько театральных фестивалей международных в Москве. И моё, например, знакомство с Новым Рижским театром состоялось в 2001 году. Так же, как моё знакомство с театром Оскара Сокрашенова из Вильнюса тоже состоялось в 2001 году. И вот с 2001 по 2011 год, когда я ушла работать в правительство Москвы, за 10 лет у меня было очень много интересных испытаний, знакомств, людей. Мы первые привезли театр, фестиваль, которым я руководила как директора, а художественные руководители были Марина Давыдова и Роман Должанский. Мы первые привезли. В Москву показали Томаса Стермая, Гжега Жейжину. Сейчас я не могу вспомнить, но, в общем, это было всего очень много. Потом я работала ещё директором фестиваля «Территория», который привёз в Перм Пипа Дальбона, который привёз Ромео Костелуччи со спектаклем в Москву, который привозил Алана Плотеля из Бельгии. Ну, в общем, я называю такие имена, которые для театральных людей, значит, очень многое. Ну вот, ну. Просто запомните, потому что это красиво. А за столько лет театр не надоел? Нет. Он же каждый день новый. Наш латвийский театр, вот я хочу спросить, насколько люди говорят, ведь нет пророков в своём Отечестве, и часто бывает, что мы бежим на постановки, которые нам привозят, и как бы с неохотной, ой, ну, боже мой, ну, что там может нам, ну вот. Мы, может быть, недооцениваем свой латвийский театр? Вот смотрите, что я думаю про ситуацию здесь. Мне кажется, что здесь не хватает конкуренции хорошей, серьёзной. Потому что, если обратить внимание, например, на Литву, то там есть два фестиваля. Сиренос, который идёт сейчас, и в Клайпеде весенний фестиваль. И они привозят ещё и международные проекты показывать. И очень много работают с приглашёнными режиссёрами. Например, в Вильнюсском драматическом театре поставил прекрасный спектакль Кристиан Люпа «Площадь героев Бернхарда». В Вильнюсском театре вот сейчас недавно поставил танцевальный спектакль, но очень сильный. Йостром Грэн из Норвегии. Они приглашают людей работать очень разных в свои театры. Клапецкий театр приглашает латышских режиссёров. У него сейчас будет вот в эти дни, в эти выходные премьера Умара Киммали. Она делает Жанна Ану и Антигона там на сцене на Малой. В прошлом году премию, кстати, театральную за лучший спектакль в Литве получил Элмар Синьковс за свой спектакль в Клапиде. Ну, то есть, чем больше людей приглашается, тем больше ты получаешь какой-то инъекции другого театра. Мне вот здесь этого не хватает. И мне здесь очень не хватает, конечно, классного театрального фестиваля, потому что Homo Novus – это очень интересный эксперимент, это очень интересное изучение современного искусства и очень интересное изучение вот этих вот практик о том, чем мы говорили, когда пересекается современное искусство, музыка, выставочные какие-то вещи, перформансы. Это вот такой вот уровень. Но мне, например, ужасно не хватает здесь спектакля Алана Плотеля. Помните, когда привозили Уилсона письмо к человеку с Барышникова? Да. Понятно. Ну, это совершенно… ну, как бы ты просто видишь, совсем другой театр. То, что Боб Уилсон – это совершенно другой формат, стиль, способ высказывания художественного. И когда тебе не с чем сравнить, тогда публика и начинает идти вниз. Тогда отсутствие конкуренции приводит к тому, что у неё нет маячков, на которые она может потянуться. В этом отношении, конечно, в Москве жизнь была интереснее, потому что она и продолжается, потому что вот я предпоследнюю программу рассказывала о том, что происходит сейчас в рамках фестивалей международных, когда привозятся просто сногсшибательные спектакли, и можно это смотреть. Вот, кстати, тут был вопрос про Москву в 80-х. Там слушатель говорит, что я помню, что Москву в 80-х, что безуспешно пытался купить билеты в театр, и была тогда студенческая, как он говорит, мафия, которая практически вот удержала очереди по ночам и… Это называла «ломать очереди в кассы», да. Но это были люди чуть постарше меня, я ещё была школьница, это были студенты. Билеты выдавались в продажу в определённый день в кассах, и в театрах были в разные дни эти продажи. И вот, например, там, да, на улице тогда Чехова, где стоял Ленком, где Ленком находится, просто с вечера один какой-нибудь или два студента занимали очередь в кассу, за ними выстраивалась некая. Потом приезжали их однокурсники или там вот эта вот компания, и они просто заходили и скупали все билеты. Они скупали все билеты, и потом у них были каналы, куда они могли их сдать. Драк не было? Были, конечно, они же были студенты, молодые ребята. Это были прям реально, ну, не девочки стояли в очереди, а мальчики. Очень многие бизнесмены, известные в нынешнее время, начали свою жизнь в ломовых очередях в кассы. Такая закалка. Да, да, да. Ну, просто это давало бизнес. Я помню, что я, когда работала в театре Тубакова, ко мне там пришёл кто-то из старых администраторов и говорит, слушай, ребята придут от меня, да, можешь посадить. Я посадила, была компания. Они купили билеты, и там двоим надо было ещё дать места. Они купили самые лучшие билеты, там 8 мест. Один из них был владельцем большим какого-то ресторанного бизнеса, и они после спектакля вышли, говорят, ну, это же тебя попросил наш друг, да? Я говорю, ну да, я администратор. Они говорят, поехали с нами ужинать. Я поехала ужинать, оказалось, что они из этой… Ну, то есть это вот не первый уровень бизнесменов, которые вышли из театрального лома, как бы вот этого, а это был следующий уровень. Был 97-й год или 98-й, они были все ещё чуть постарше меня, они повезли меня ужинать и рассказывали какие-то вещи. А сейчас какая мафия в театре? Вот насколько просто купить билеты? Ну, во-первых, давайте не забывать, что сейчас есть интернет, да, что всё-таки вот… Четыре минуты, и билеты заканчиваются, как мы знаем. Нет, конечно, это всё было такая… Это вброс, потому что на самом деле их выкладывали постепенно, именно для того, чтобы их не купили вместе. И просто люди, которые запаслись терпением, я так понимаю, купили через полчаса нормальные билеты. Мы просто обновляли сайт, и там периодически выходили новые билеты. Так вот в чём было. Ишь ты, теперь мы всё знаем. Лайфхак. Лайфхак, да. Не теряйте надежду. Понимаете, опять-таки, возвращаясь к тому, чего нужно людям. На пошлые спектакли билеты купить можно, а на хорошие спектакли билеты купить нельзя. Вот лакмусовая бумажка. А как вы, кстати, относитесь к провокации на сцене? Если она художественно оправдана, я к ней отношусь очень положительно. Обнажение актёров, опять-таки, тоже, потому что вот… Для меня, вы понимаете, для меня вообще нет этого вопроса. Если это воспринимается как костюм, если это необходимо для того, чтобы это был образ актёра, какая мне разница в чём? Я смотрела 24-часовой спектакль, это самое сильное моё впечатление в жизни. 24-х? Да, 24 часа идёт. То есть сутки вы сидите? Да. А не поесть можно было? Да, приходишь в пять, уходишь в пять. А как это? Актёры 24 часа на сцене. А антракты сколько? Три антракта, один был час 10, второй – 45 минут, и второй – 45 минут. Можно выйти поспать, в фойе лежали эти, ну, раскладушки солдатские. А сколько людей спало в зале? Ну, все, да? Периодически. Не, периодически ты вырубаешься, конечно, даже в зале. А что это был за спектакль? Это гора Олимп, Яна Фабра, это называется посвящение трагедии греческой. Представляешь, сколько у них репетиции шли? То есть ты приходишь, пропадаешь на сцене? Три месяца. Три месяца, и каждая репетиция будет сутки? Нет, он же кусками собирался спектакль. Там разные сюжеты были. То есть там начинают… А актёры заменялись? Нет, трупы 20 с чем-то человек. И вот они 24 часа на сцене фактически. Ну, там, например, был монолог какой-то, да, когда на сцене у тебя три актёра работают. Ну, там кусок был из как раз Агамемна, он стоял, Климптенестра и Антигона. И вот этот кусок на троих, он продолжался полтора часа. Поэтому все остальные в это время могли отдыхать, естественно. Я думаю, что там просто так налажена была система за кулисами и на сцене, что люди просто знали, когда они отдыхают, когда они работают, когда они отдыхают, когда они работают. Массовых сцен было очень много, то есть там перемежались монологи массовыми сценами, монологи массовыми. И как впечатление? Ну, вот как играть в греческую трагедию или когда в Акханке скачут по сцене? Да. Ну, вот очень известный ролик, его можно даже найти в интернете, греческий танец этот. Та-дам! Как он? А, все же знают. Сиртаки, да, да. Сиртаки, Ян Фабр, если вы наберёте, вы насладитесь, видимо, восьми прекрасных обнажённых танцоров. Пошла смотреть. Еще один лайфхак, да? Еще один лайфхак. Нет, но есть же, мы все прекрасно помним, что в 90-е годы… Кстати, на этот спектакль «Билет был купить невозможно». Невозможно. Они его играли в течение трёх лет. Ну, это сложная история. Мы даже, на самом деле, я вспомню Андреса Жагерса, с которым мы встретились где-то, я не помню. Он мне говорит, а ты же всех знаешь Фабровских? Я говорю, да, знаю. Ты же видел этот спектакль? Он говорит, я тоже видел, я так хочу привезти его в Ригу, давай посчитаем. И мы с ним… Я просто сделала бюджет, я связалась с Фабром, мы даже считали его для Дайлас. И не получилось. Ну, нужно было много денег, и спонсоры не нашлись. Да. Мы нашли, я нашла. Это оно? Это нет, это «Оргия толерантности», этот спектакль, который я привозила на фестивальный… А, ну вот, я в Ютуб пришел, сертак, и не выдавай сразу, был не толерантный оргий, и все. Оргия толерантности, наоборот. Нет, не толерантная оргия написана. Написали, называется спектакль «Оргия толерантности», он поставил в 2009 году, Ян Фабр, и он в этом спектакле говорил о том, что западное общество, поставив толерантность как некую, какую-то такую, да, основной принцип ценности и все остальное, доведет себя до того, что эта толерантность превратится в оборотную медаль. Я нашла, я нашла, это сделала мой день, примерно как-то звонившись с любовницами. Все. Да, вот мы сейчас, а можете потом посмотреть. Сертаки, Ян Фабр, Ютуб, получается… На самом деле надо понимать, что, конечно, это все такие отдельные куски, которые гуляют по Ютубу, это просто к тому, что вы спросили про обнажение вы на сцене, для меня это не… Понимаете, если вы воспитываете детей, говорить это нельзя, но не вводите детей туда, не включайте им этот Ютуб, не показывайте им это, не делайте. Для меня в этом нету ничего запретного, потому что люди родились… Человек рождается голым и уходит голым на самом деле. И тело – это вообще отдельно, душа отдельно, тело отдельно, мозг тоже присутствует, но научитесь им управлять, называется. Ну, я к тому, что в 90-е годы была просто какая-то такая вот жуткая мода на то, что в каждом спектакле обязательно должны были раздеваться актеры и режиссеры. Ну, когда вот в театре… Это же реакция на запреты. Это же реакция на многолетний запрет, на многолетнее пуританство советской идеологии. И, конечно, реакция была, когда стало «можно, а что, все, можно, можно, окей!» И тогда, конечно, в этом была бессмыслица, просто потому что можно. Потому что я прекрасно помню, смотрел примерно в одно время спектакль по роману о девочках Высоцкого, где как-то очень было это пошло. И затем вот Кирилла Серебникова «Ментаморфозы», где вот стоят молодые парень-девушка, они постепенно раздеваются, переходят местами и меняются одеждой. И вот вроде бы и в одном, и в другом случае мы видим вот обнажение и совершенно какие-то вот разные смыслы. Где-то Вам стыдно на этих людей смотреть, а где-то Вам наоборот… Вы видите в этом определённый смысл, что действительно мужчины и женщины, они могут и меняться местами, и объединяться, и разъединяться, и это может быть что угодно. Но если стыдно, значит замысел не удался. Конечно. Когда Вам стыдно, бывает стыдно, знаете, когда все в одежде и в прекрасной. Да, знаете, это неловкое чувство за другого человека. Как Вам кажется, кто из современных режиссёров, если Вы можете называть фамилии, надеюсь, Вы можете, незаслуженно стоит, вознесён на пьедестал? То есть, может быть, за счёт каких-то там, грубо говоря, хайпа, за счёт каких-то перформансов, может быть, не очень даже умных. Пиара. Смотрите, я думаю, что… Но таланта там минимум. Ну, значит, он всё равно это заслужил. Значит, он сумел это сделать. Хотя бы в пиаре он талантлив. Да. Понимаете, я считаю, что человек не может незаслуженно занимать определённое место. Он занимает то место, которое он заслужил. Каким способом? Как бы профессией ли, честностью ли, враньём ли. Он выбрал просто свой путь. А настоящее остаётся надолго. А ложное быстро возносится, быстро исчезает. Вот вся разница. Вы можете, например, с точки зрения своего опыта сказать, что, скажем, вот этот режиссёр, он, конечно, его век недолг. То есть, он достаточно… Ой, нет, я никогда не могу этого судить. Это непредсказуемо? Ну, потому что мы… Опять-таки, я возвращаюсь к тому, что мы говорим о театре, а театр – это то, что происходит сейчас. Вот сейчас. И человек должен каждый день доказывать, что он состоятельный каждый день. И с каждым может произойти сложность. И у каждого может быть какое-то истощение, да. Моральное выгорание. Почему в бизнесе это может быть? Почему мы не трансформируем это на режиссёров, например? Ну, просто внутреннее выгорание у человека от переработки, от ещё чего-то. Он тоже истощается в какой-то момент. Ему нужна помощь и поддержка. Ну, то есть, мы много говорим о том, что люди вот в бизнесе сидят, работают с 7 утра до 12 ночи, бедные, несчастные там. Там продают эти самые, у них эмоциональные выгорания, бла-бла-бла и так далее. Но с людьми, которые работают круглосуточно в театре, происходит то же самое. А вы служите в театре или работаете? Актёры служат, а вы? Вообще все служат в театре. Потому что даже если вы спросите пожарную охрану, он всё равно уже заражён этим вирусом. И пожарные служат в театре. Актёры, вот наши латвийские актёры, насколько они не уступают? Они совсем не уступают. Потому что я могу сказать, что в прошлом году я была в жюри международном премии с Пелмонюнак с прошлого года. И мы там в течение четырёх дней смотрели спектакли. И потом у нас была какая-то дискуссия про впечатление, наш опыт. Актёрская школа Латвии потрясающая. Она очень отличается от актёрской школы Эстонии и очень отличается от актёрской школы Литвы. Очень разные все. Но везде потрясающие артисты. И эстонские артисты мне очень нравятся. И актёры Латвии мне нравятся очень. Даже если ты приходишь на спектакль, в котором ты смотришь и думаешь, это вообще, в принципе, о чём? И потом ловишь себя на том, что актёры тебя заставили досмотреть. Потому что они играют, они отлично. Несмотря даже, может быть, на грехи. На отсутствие режиссёра, на какие-то нерешённые вопросы, на неправильную, на мой взгляд, опять-таки, это моё мнение, интерпретацию текста. Актёры всё равно работают так, что за ними интересно смотреть. Вот мы на этой позитивной ноте будем заканчивать нашу передачу. У нас в гостях был прекрасный театральный продюсер, бывшая москвичка. Можно говорить «бывшая москвичка»? Ну, я родилась и выросла. У меня семья здесь, извините, с 19 века в Москве. У меня все русские. Коренная москвичка. Коренная москвичка. И Режанка. И Режанка. Да, Режанка по любви, да. И Режанка по любви, да, театральный продюсер Евгения Шерменёва. Мы с вами прощаемся. Да, прощаемся и напоминаем, что программа «Без антракта» выходит в 11.30. Теперь уже каждое число. Мы очень рады, что она стала выходить чаще, уже каждую неделю. И, во всяком случае, вот следите, включайте, вы будете, я думаю, в курсе всех театральных премьер и событий, которые достойны вашего внимания. Спасибо большое. С добрым утром всем. Утро на балконе